Добрый день, добро пожаловать в 73-й выпуск диванной экспертизы ежедельного обзора новостей. Генсек НАТО. Риск конфликта реален. Россия не отводит войска. Очень неприятно жить в угрозе военного конфликта. Я думаю, это неприятно всему миру, что, возможно, война между двумя крупными европейскими державами. Но особенно это неприкольно, когда ты живешь именно в этой стране, которая может подвергнуться нападению. И мы чувствуем это не только на эмоциональном уровне. К сожалению, это угроза войны и влияет на экономику. От нас уходят инвесторы, и их можно понять. Но никто не захочет строить в стране завод, который может разбомбить вражеская авиация. Никто не будет вкладывать в какие-то долгосрочные проекты, деньги, если действительно есть риск войны. Также никто не будет финансировать наши внутренние облигации государственного займа. И мы видим, что уже уходят инвесторы, потому что боятся, что Украина не сможет по ним платить. И это понятно, и это все уже влияет на курс гривны. И вот мне кажется, что как раз целью российского руководства является подрыв экономики. Для них недопустимо, чтобы Украина, украинское население стало богаче, стало жить лучше, чем Россия. Потому что получится, ну как вот этот вот весь Майдан, Хунта, победили, и люди стали лучше жить. А на самом деле качество жизни в Украине растет, благосостояние населения растет. Это мы вот даже как урбанисты можем отмечать по росту автомобилизации. Да, с одной стороны это плохо, когда не развивается общественный транспорт. Но в целом рост автомобилизации это неплохо с экономической точки зрения. Мы это отмечаем, мы отмечаем по статистике, у нас минимальная зарплата уже выше, чем минимальная зарплата в России. У нас средняя зарплата еще ниже, чем в России. Но, во-первых, Россия, она сильно не монолитная. То есть есть высокие зарплаты в Москве, в Питере, в больших городах и в разы ниже в регионах. В Украине такого разброса нет. То есть у нас эта средняя зарплата, она в целом средняя по всей стране. Чуть-чуть там выше в больших городах, но нету прям такого разницы. К тому же очень показательный вообще фактор, что есть ВВП на душу населения. И вот в Украине он вроде как в три раза ниже, чем ВВП в России на душу населения. Но в то же время та же средняя заработная плата, она не в три раза ниже, а в полтора раза. То есть мы вот это ВВП на душу населения более эффективно используем. К тому же у нас есть еще черный рынок заработной платы. Это не то, что есть чем гордиться, но там тоже довольно-таки теневой сектор ВВП, который, наверное, если бы его посчитать, ВВП было бы сильно выше. Но в целом, конечно, экономику нам надо развивать, нам надо учиться жить в угрозе вот этой войны. И я думаю, надо брать пример с Израиля, который тоже живет, по сути, в осаде и жил, и развивался. То есть сейчас понятно, что у них сильно лучшая ситуация, вот нам надо как-то ориентироваться на них, развивать экономику по их принципу. В целом, реформы, которые нам необходимо проводить, это не какие-то там уникальные реформы, о которых еще не знает мир. Нам просто необходимо повторить то, что повторили развитые страны, то, что сделали развитые страны. В этом плане про экономику мне понравилось, как рассказал Максим Каца в своем фильме реабилитации Варламова об Украине. Он получился сильно лучше, чем то, что снял Варламов. Быть может, сниму какой-то отдельный ролик про него, такое видео-комментарий. Если вы хотите, напишите об этом в комментариях. И вообще, кстати, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, поддержите продвижение этого ролика. Давайте уже добьем у меня 10 тысяч подписчиков. Буду вам благодарен. Ураганный ветер в Кракове свалил кран. Кранам, конечно же, в такую погоду, в такой сильный ветер запрещается, в принципе, работать. Их, когда есть такой ветер, их отпускают. И они просто как флюгер по ветру вот так, в принципе, болтаются. Таким образом уменьшают площадь сопротивления ветру. И больше шансов того, что кран устоит. А здесь почему-то заставили крановщика работать. Работает такой сильный ветер. И как-то оказалось, что он в таком неудачном положении к ветру был. И, собственно, не выдержал и свалился. Слава богу, крановщик не погиб. Но, по-моему, он там серьезно пострадал. Поэтому ситуация неприятная. Надеюсь, сделают выводы из этого. И не только в Кракове, а по всему миру. В парке Отрадный в Соломинском районе отремонтировали пешеходный мост через озеро. Это, конечно, все здорово. Это, конечно, все прекрасно. Но на кой хрен вы везде лепите эти подсветки ядовитые? Ну, это просто ужас. Вот это... Везде вы их лепите. Ну, тратят на эти подсветки огромные деньги. Особенно меня выбешивает, когда подсвечивают всякие там путепроводы, мосты, автомобильную инфраструктуру. При этом подсветку на 10 миллионов хернули на путепроводе, а разметки нету. Просто разметка, как явление, отсутствует в городе, но зато подсветки присутствуют. В Голландии построили тоннель под шоссе всего за два дня. Очень вообще классный пример. Это пример о планировании. Потому что там долго действительно готовятся. Долго готовятся к вот этому всему строительству. Там делают проект, все подготовки. И вот потом перекрывают дорогу ровно на два дня. Там уже все предусмотрено. Протаскивают этот тоннель. Засыпают его. И дальше закатывают асфальт. И снова там возобновляют движение. То есть на все про все уходят два дня. Разумеется, вся стройка идет там может быть год. То есть там потом под тоннелем будут работы. Параллельно были работы до того перекрытия. Но само перекрытие дороги, оно всего осуществлялось на два дня. И это как раз вот этот вот показатель кайфового планирования. Потому что понимают, что любое там перекрытие движения это экономические потери. То есть это во-первых потери из-за того, что там необходимо как-то объезжать вот этот перекрытый участок. И к тому же, то есть больше бензина, а к тому же больше времени. А время, как мы с вами знаем, деньги. И вот эти транспортные потери там учитывают. И поэтому подходят вот к такому вот качественному планированию. Мне кажется, это очень классный пример, на котором необходимо учиться. Самолет SkyUp не смог зайти в небо Украины и сел в Кишиневе. Очень на самом деле неприятная история. Я представляю, каково было пилотом, каково было пассажиром этого рейса, который возвращался в Украину. И тут внезапно владелец самолета запретил входить в воздушное пространство Украины. Собственно, из-за угрозы войны он испугался за свою собственность. Тут еще дело в том, что вообще авиакомпаниям зачастую самолеты не принадлежат. Они берут их в лизинг. И вот эти лизинговые компании требуют, чтобы самолеты страховались. То есть на самолеты есть покрытие страховки, но на случай войны они не покрывают. Точнее, они покрывают. На первые 7 дней они дают покрытие и оповещают, что вот, мол, все, страховка отменяется через 7 дней. И дальше делайте, что хотите. И вот, собственно, эта страховка отменилась. Лизинггадатель решил, ну нафиг еще мой самолет там взорвут. И решил отменить этот рейс. Точнее, запретить ему влетать в Украину. И вот тут, конечно, мерзко в том, что это произошло уже в полете. Ну, то есть это какой-то стресс. Это стресс для пилотов, которые там летели себе спокойненько, да, куда им надо. А тут им говорят, нет, чувак, ты не можешь лететь в Украину, ты должен развернуться. Необходимо было думать об этом все-таки раньше. Но все-таки вот это все обострение Украины, оно произошло не за один день. И, разумеется, нельзя так в полете выдвигать такие требования. Я надеюсь, что как-то тому, кто дал вот этот запрет, может, какие-то иски по возмещению ущерба будут предъявлены. Авиакомпания КЛМ приостанавливает полеты в Украину. Ну, собственно, вот эти последствия, угрозы войны продолжаются, особенно, да, влияют на авиасектор. Все больше там авиакомпаний, лизингодателей переживают за свои имущества и, собственно, запрещают самолетам залетать в Украину или оставлять их там на ночную стоянку. У того же МАУ требуют самолеты перегнать в Сербию и в Исманию. Это, разумеется, очень сильно бьет по рынку авиаперевозок. И это действительно вот это вот экономическое последствие, которое мы уже ощущаем, помимо того же роста гривны. Я думаю, что дальше может быть еще хуже. Кабмин выделяет 16,6 миллиардов гривен для обеспечения безопасности полетов в небе над Украиной. Ну, собственно, Кабмин создает, да, специальный фонд, который вот вместо вот этих страховых компаний будет осуществлять там покрытие в случае чего. Но я думаю, что это не сильно сработает, потому что, ну, все там компании прекрасно понимают, что все вот эти гарантии в случае реальной войны, в случае реальной бомбежки, вряд ли они чего-то будут стоить, потому что вряд ли Украина, когда там будет какая-то полномасштабная война, будет выполнять эти обязательства. Скорее всего, деньги будут направляться на что-то другое, действительно более важное. Поэтому это, конечно, правильный ход, информационный, но вряд ли он действительно поможет. Вообще, во всей этой ситуации, в грозе войны, мы понимаем, что необходимо, чтобы и страна-агрессор получала соответствующий ущерб. Да, сейчас этот ущерб возможен из-за всяких санкций, то есть накладываются санкции европейцами, и действительно Россия будет получать экономический ущерб. Но вот этот ущерб, который понимает бизнес, мне кажется, он был бы эффективен в симметричной мере. То есть, например, нас угрожают на войну, и там будут бомбить наши аэропорта, и, собственно, владельцы самолетов боятся, что разбомбят их самолетики. Нам необходимо делать симметричные заявления, симметричные ответы, что если будут бомбиться наши аэропорты, соответственно, будут бомбиться чужие аэропорты, и для этого, мне кажется, необходимо развивать ракетную программу в Украине, ракеты средней дальности, которые будут нести вот эту угрозу, что когда ты заикаешься о том, что ты вот будешь бомбить Украину, ты должен и весь мир должен понимать, что, соответственно, есть угроза бомбежки твоих аэропортов, и, соответственно, лизинговые компании уже, исходя из вот этой угрозы обоюдных каких-то ответов, они уже тоже там будут запрещать летать в это воздушное пространство, помимо санкций, то есть есть еще угроза потери имущества, и вот эти вот симметричные ответы, они, мне кажется, будут действовать так, что вот эта другая страна даже не будет сметь заикаться о таком, потому что она понимает, что помимо санкций, она получит ровно тот же экономический эффект с вот этими вот самолетами, которые не будут залетать в ваше воздушное пространство. И, говоря о ракетной программе, это для Украины мы не говорим там о ядерном оружии, в целом не надо, да, ядерное оружие для таких вот целей. А обычные у нас, в принципе, там те же ракеты «Нептун», которые там дальность у них 280 километров, у нас, в принципе, традиция ракетострения довольно-таки серьезная, и гражданские ракеты, и те же ракеты «Сатана», да, это КБ «Южная», насколько я знаю, проектировала. В принципе, мы можем восстановить эту программу. Нам необходимы ракеты средней дальности, которые будут вот таким вот щитом от информационных даже заявлений по поводу агрессии. К тому же мы просто смотрим, как беспечно, да, там стоят российская авиация на аэродромах близ границы Украины. Они там просто в рядочек стоят, потому что у нас, по сути, нету чем их поразить в случае чего, в случае, да, действительно, войны. А вот такая вот ракета, которая может угрожать, она как раз-таки потребует больших там капиталовложений на строительство всяких бункеров, чтобы защитить эту дорогую авиацию. Кстати, если посмотреть то, как там наши аэродромы, то у нас все-таки действительно авиация по натовскому образцу прячется в эти бункера. Вот сравните с, например, как обустроена авиабаза в Турции, где тоже каждый самолетик отдельно стоит в бункере. С мостами и переходами для животных. Какой будет обходная дорога вокруг Киева? Это очень классно, что поднимается вопрос безопасности животных, прохода автомобильных дорог, потому что у нас автомобильные дороги, особенно с отбойником, бетоном посередине, просто превращаются в такую полосу убийства животных, потому что животное просто не может преодолеть эту дорогу, упирается в этот бетонный отбойник, и, скорее всего, погибает там, потому что там поток машин и все такое. Разумеется, необходимо предусматривать вот эти вот мостики, тоннельчики и для животных. Это в цивилизованном мире давно уже практикуется, то есть ограждается, во-первых, дорога, чтобы животные на эту дорогу не попадали, а во-вторых, делаются мостики, чтобы они дорогу эту могли перейти. И это же история не только про заботу о животном, это еще история про безопасность дорожного движения, потому что, когда у тебя выбегает на дорогу животное какое-то, ну, нормальная реакция человека, ты там начинаешь тормозить, вилять, и это все на скорости, на трассах, это довольно-таки опасно. И поэтому, сохраняя жизнь животных, вы еще сохраняете жизнь людям. Это цивилизованный подход, я очень рад, что у нас вот, по-моему, впервые об этом начали говорить. В Швеции придумали, как научить ворон собирать окурки. Ворон приучили собирать окурки, кидать их там в специальную емкость, и за это им дается еда. Но мне кажется, что так может вырасти поколение всяких ворон, которые будут понимать, что еду можно добывать только с помощью окурков, и потом они поймут, что, в принципе, что не обязательно окурки подбирать на землю. Можно их, например, выхватывать из курящих, и примерно жизнь курильщиков будет выглядеть как-то так. В Днепре поменяют проекты станции метро, созданные Захой Хадид. Ну, собственно, это реакция на критику по поводу инклюзивности, по поводу ступенек, реагируют на вот это вот все, что, мол, ступеньки плохо, разумеется, плохо, и вроде как собираются убрать эти ступеньки. Что хорошо, мне нравится, когда реагируют на вот такую конструктивную критику, и мне нравится, когда вот исправляют и делают лучше. Про экспорт комплекса президентского университета заказали за жалкие 50 тысяч гривен, чтобы обойти Прозоро. Это на самом деле очень мерзкая история, которая продолжается вокруг этого президентского университета. Там его заказали даже не за 50 тысяч гривен, а за 49. И действительно, это чтобы обойти вот эти вот тендеры. То есть там мало того, что не провели архитектурный конкурс, там еще уклоняются от законных требований. Очевидно, что сумма 49 тысяч гривен, она занижена. Очевидно, что там, видимо, какой-то обход, там какой-то, может, наул этим проектировщикам. Потому что я не думаю, что кто-либо согласится проектировать за такую жалкую сумму такой большой объект. Потому что 49 тысяч гривен – это вообще ничто. Ты даже проект какого-то коттеджа не сделаешь полноценный за эту сумму. Не говоря уже о универе. Стоимость проектирования, она порядка 2% от стоимости строительства. Если говорить о стоимости проектирования, нормально. Когда у тебя стоимость строительства, там закладывается, нам объявляет 7 миллиардов гривен, соответственно, 2% от этой стоимости – это 140 миллионов гривен. Это должна быть стоимость проекта примерно. 49 тысяч гривен, разумеется, это просто какие-то мутные схемы, мерзкие, очень противно, что вот этот вот проект, который должен быть каким-то образцово-показательным. Это же все история про пиар. Это действительно президентский университет. Должно быть что-то крутое. Должно быть все белое, чистое, красиво. Проведите конкурс, покажите, как надо. Нет, просто вот эта вся коррупция, какие-то свои проектировщики, я уверен, свои там будут строители. На этом там половину все разворуют. Во-первых, еще уничтожает этот ВДНХ. Реально модернистские корпуса, которые классные, которые служили, их, блин, уничтожают, деньги распиливают. Очень-очень мерзкая история. Это никакой не пиар, это анти-пиар в итоге будет. Очень жалко, что до сих пор это не дошло в головы этих всех исполнителей. Шесть станций киевского метро будут работать без кассиров. Это просто прекрасная новость, потому что действительно кассиры это какой-то бесполезный и не очень прикольный труд. И здорово, когда от него все-таки начинают избавляться. Тем более кассир в метро, который, по сути, продает там проездной. У нас супермаркеты, где миллион товаров уже могут обходиться без кассиров. А тут один товар, ты ставишь автомат, все, не надо обслуживать вот эту вот кучу персонала на какой-то вот бестолковой работе. Еще бы убрать этих всех теток, которые сидят и просто смотрят полдня на эскалатор, как он едет, как там едут люди. Я уверен, что с этим прекрасно справится всякая автоматика, камеры и все такое, как это, в принципе, происходит в мире. Там уже и беспилотное метро везде в мире ездит. А у нас вот это вот только приходит автоматизация, но я рад, что она все-таки приходит. Я бы еще, конечно, убрал турникеты вот этих всех охранников на входе. Мне кажется, единственное правильное решение – это вот эта вот свободная такая среда, ориентированная на проездные, чтобы у всех в карманах были проездные. Ну и да, будут какие-то у вас там контролеры, которые будут проверять и в случае неоплаты проезда накладывать огромный штраф, который перекроет еще там сотню всяких там зайцев. Тысячи рабочих мест на Яворивщине создадут индустриальный парк. Ну, собственно, это во Львовской области, и это офигенно. У нас действительно есть промышленность, которая уже запущена, там заводы заброшены. И это, на самом деле, эта история о деиндустриализации, она не только в Украине, она там и в Германии. Огромный регион Рур, который вот прошел вот эту вот всю историю, где была там серьезная мощная промышленность, сталь, шахты, стабильтейные заводы. И там тоже делают индустриальные парки. Там очень классно сделали индустриальный парк с шахтой, где ты можешь, как турист, походить по вот этим всем индустриальным объектам. Очень офигенный в Дуйсбурге металлургический завод, который тоже превратили в индустриальный парк. И там тысячи туристов бывают. Я сам там был. Я специально ехал в этот город, чтобы побывать на этом бывшем стабильтейном заводе. И таким образом вот это вот место, оно приносит деньги. Там действительно миллионы людей в год посещают. Мои фотки были сделаны зимой, ранним утром, поэтому там кроме меня никого не было. Но вот, как говорит статистика, довольно-таки выгодная вот такая вот ревитализация бывшей промышленности на туризм. В центре Одессы собираются построить еще два подземных паркинга. Ну, собственно, мы с вами уже критиковали идею строительства паркинга под площадью Соборной, тоже в центре Одессы. И вот там решили построить теперь еще два паркинга с суммарной вместимостью на 1500 паркомест. И стоимость одного паркоместа будет примерно 22,5 тысячи долларов. Это просто не налазит на голову. Я не знаю, может они там посмотрели рейтинг том-том и такие, ага, Киев впереди, обгоняют Одессу в этом рейтинге. Нам надо добиться, чтобы мы вырвались в лидеры, покажем этому Киеву. Но прикол в том, что это рейтинг, чем выше, тем хуже. И тем больше ты теряешь денег. И в Одессе и так ситуация с пробками не очень ок. А насыщать центр парковочными местами, чтобы давать предложение ехать в центр на автомобиле, это не совсем здравая идея. Наоборот, центральные части города, развитых городов, которые не являются лидерами по пробкам, их освобождают от паркинга, чтобы люди туда не ехали на автомобилях. Потому что не вместит в себя центр всех желающих. Поэтому необходимо вкладывать эти огромные деньги в развитие общественного транспорта, чтобы все, абсолютно все, а не только владельцы автомобилей, могли ездить по городу, перемещаться по городу с комфортом. Разумеется, это не означает, что нам владельцам машин должно быть прям дискомфортно. Нет, им просто должно быть более дорого, но тоже с комфортом, но вот центр, он все-таки должен быть для людей, для пешеходов и даст возможности передвижения на общественном транспорте. А эти огромные деньги действительно можно было бы вложить в развитие той же велоинфраструктуры, того же трамвая, того же троллейбуса и много чего другого. Очень жалко, что в Одессе просто какие-то настолько устаревшие взгляды на развитие города, и что они вот таким вот образом уничтожают город, и мы видим, к чему приводит их хозяйственная деятельность, собственно, по рейтингу пробок. Многоуровневые паркинги построят в двух районах Харькова. Ну, собственно, как мы с вами помним, там Терехов заявил, что вот они собираются строить паркинги, и причем эти паркинги, они муниципальные будут, а люди будут платить только за обслуживание. То есть таким образом сосалочка, то есть ты вот эти огромные деньги вкладываешь, которые у тебя никогда не окупятся, и ты как бы социальная помощь автомобилистам. Вообще автомобилисты это последние, кто и нуждается в какой-то социальной поддержке. То есть человек, который покупает себе автомобиль, ну, это не самый нуждающийся и не самый бедный человек, при всем уважении к автомобилистам, к которым я сам являюсь. Но есть намного больше людей, которым необходима помощь, и у них обычно автомобиля как раз-таки и нету. Поэтому вот эта социалка с строительством паркингов, это абсолютно какая-то безумная вещь. К тому же у нас вот почему-то некоторые люди думают, вот панацея по настроям, мы этих паркингов, типа там еще перехватывающие вот любят, думают, вот человек тогда не будет там ехать в центр. Потому что они там собираются в Харькове, в отличие от Одессы, хоть в районах строить, а не в центре. Но когда у тебя нету нормального общественного транспорта, ты не захочешь перехватываться. Ты не будешь доезжать до окраины города, ставить там машину и потом ехать на общественном транспорте в центр. Нет, ты это не будешь делать, потому что когда у тебя общественный транспорт говно, ты будешь ехать в центр на нормальном транспорте, на своей машинке. И тебе плевать на все эти паркинги социальные и доступные. Поэтому я считаю, что это абсолютно безумные вообще инициативы как в Одессе, так и в Киеве по строительству паркингов. Это просто не то, что нужно современным городам. ЖКшечкой этой недели будет ЖК Пуща Хаус. И обзор об этом ЖК тоже меня попросил сделать Патреон. Поэтому если вы тоже хотите мне предложить ЖКшечку на обзор, становитесь моим Патреоном. Это вот такая вот плюшка-фишка для моих Патреонов. Какого-то особого контента я для них не выпускаю. Что сказать по этому ЖК? Я, честно, удивлен. Я о нем не знал. И выглядит он очень приятно, очень прикольно. Отдельно хочу отметить, что там ходит трамвай. И у нас обычно, знаете, любят замазывать все там на визуалочках. А тут показали наш трамвайчик старенький Татру. И это, мне кажется, классно. Это вот очень мило. Отдельный вот респект тем, кто делает эти визуализации. Да и в целом дом выглядит классно. Очень неплохо. Я бы с удовольствием жил в доме с таким внешним видом. Находится этот ЖК в Пущеводице. Тоже, да, классное место. Действительно, до Киева, может, не супер близко. Но есть трамвай, который, правда, ходит долго. Но он есть. Есть общественный транспорт, который все-таки не в пробоках. И его бы немножко отремонтировать, была бы вообще красота. Стоимость квартир тут стартует от 47 тысяч долларов за метр квадратный. И это такая внушительная сумма. Я посмотрел, как менялась цена. И мне стало больно. Потому что цена просто взлетела более чем в два раза. Это стоила в 19-м году, когда я покупал свою квартиру за 27 тысяч гривен за метр квадратный. Там она стоила 17 тысяч гривен. Но, если честно, в пуще и качество архитектуры лучше, чем то, что я взял в Липинке. Я такой, черт. Но, правда, они еще не построили. А я-то уже и ремонтик сделал. То есть тут история про то, что чем раньше ты заходишь на стадии строительства, тем дешевле. Но тем выше риски. Тем выше риски того, что что-то может пойти не так. Во-первых, там застройщик может как-то обанкротиться. Во-вторых, может война случиться. И хрен кто вам будет что достраивать. Это что же риск. И хрен вам кто деньги вернет при войне. Характеристики. Класс бизнес, домов 1, секции 3, этажность 12. Вот поэтажности, мне кажется, для пущей этажность довольно-таки высоковато. И не хотелось бы, чтобы там задавался вот этот вот тренд по наращиванию этажности. То есть там были какие-то все-таки до 9 этажей застройка. Теперь появляются высоточки, 12 этажей. Да, у тебя открывается панорама на эту всю красоту. Но получится так, что дальше там кто-то такой. Так, тут 12, а я 13, а я 16. Хоп, а потом уже 25 появляются. Вот это я, конечно, не люблю. Технология строительства монолитно-каркасная. Это в целом все стандартненько. Кстати, в контексте сейчас возможных там войны. Монолитно-каркасная технология – это лучшая технология в плане устойчивости вашего здания. Вот вам позитив, который вы можете оценивать при выборе жилья. Может, если хотите, сделаю отдельный обзор про конструкции и там бомбардировки. Стены тут кирпичные. То есть, я так понимаю, полнотелый кирпич – это хороший материал в целом. Он получается более дорогой, потому что он более тяжелый. Но он по шумовым характеристикам неплох, и в него анкерится хорошо. Утепление базальтовой ваты – это тоже пожаро-такой безопасный материал. Отопление центральное – тоже вот прекрасно. Просто ненавижу эти все котлы газовые в квартире. Да, центральное – это здорово. Высота потолков 3 метра. Тоже можно отметить, ну, 3 метра – это здорово. Это действительно больше, чем в основном по рынку. Количество квартир – 85, состояние с ремонтом, черновой отделкой. Территория закрыта от автомобилей. И вот тут тоже плюс. Они закрывают только автомобили. А, видимо, для всех остальных, для людей территория открыта. И это прекрасно. Это то, за что мы с вами все топим. Паркинг. Тут стоянка на 50 паркомест. Паркомест – это подземный с лифтом. И 70 еще паркомест как-то вот пишет отдельно, видимо, там на какой-то придомовой территории. В целом на 85 квартир – это очень хорошее соотношение. Прям отличное. Ну, и мы понимаем, что, наверное, там будет у каждого владельца квартиры как минимум по одной машине. Документы. С документами тут, по крайней мере, на Лун, вроде как все там более-менее ок. Для жилой и другой застройки, целевое назначение, каких-то судебных дел нету. И все ок. А мониторинг строительства, вот честно, если смотреть там, как они, когда начали строить, то вроде как долговато это все они делают. Ну, реально с 2019 года и вот по январь 2022, ну, очень медленно. Ну, вот прям супер медленно. Я не знаю, почему так долго. Дом совершенно несложный. И хотелось бы, наверное, инвесторам, чтобы было все побыстрее. Планировки. Планировки мне в целом нравятся. Они тут, не сказать, что там вот прям идеально, но тут классно, что есть окна в пол. Это реально круто, особенно в такой местности, где у тебя там лесочек, красота. Окно в пол, подходишь просто изумительно. Также мне нравится, что тут ровные стены. Тут спрятали несущие конструкции в тело стены. Мне нравится, что тут винтблоки, они нигде не выпирают, тоже не портят планировку. Ну, практически нигде, то есть они неплохо расположены. Это реально прикольно. В целом достаточно неплохие даже планировки в плане там комнаты, как там кухня-студия, как там жилая комната, как спальня расположена. Мне это все устраивает. Мне нравится, что есть квартиры с большими балконами, там большими лоджиями. Есть наоборот, где они отсутствуют. То есть вот как раз вот эта история, ты выбираешь, что хочешь, и она реализована в одном комплексе. Тут, может быть, многовато квартир на этаже. Многовато, как для такого все-таки дорогого жилья. Тут там шесть квартир на этаже. Это многовато. И что еще отметил? Тут вроде как вот эта история с нормами соблюдается. Тут лестница, действительно, она незадымляемая с обходной вот этой галереи. Тут два лифта. Это все согласно нормам. Но вот в одной секции почему-то лифт один. Я не знаю, это странно. Ну, должно быть два лифта при такой этажности. Но в остальных секциях как раз-таки по два лифта. Быть может, они объединили. То есть секции считаются отдельно, но там какой-то общий коридор. Ну, такой нюанс. Что в целом? В целом, мне действительно очень понравился этот жилой комплекс. Единственное разочарование в нем, пожалуй, это то, что так цена выросла. Было в девятнадцатом году вообще 17 тысяч. Мне кажется, это ниже себестоимости для такого качества жилья. Стало вот аж сейчас сорок семь. И знаете, у меня есть опасения по этому жилому комплексу. Он на визуалках крутой. И я вот видел часто такие вот не сильно там именитых застройщиков. И они потом сильно портятся на стадии выполнения. Просто, то есть визуалка не соответствует тому, что реализуют прям в корне. Потому что, ну, застройщик такой ноунейнный, не сильно дорожит репутацией. И в итоге продает квартиры. И с трудом их достраивает. С трудом достраивает вот это вот все жилье. И мы видим, что тут действительно строят почему-то, ну, супер медленно, супер долго. Но если бы вы начали в девятнадцатом году, то как-то к двадцать второму не построить. Ну, это уже... Причем не то, что не построить. Там даже вот только монолит, да, сделан. Вот тут есть опасения. То есть в целом ЖК по своим заявленным характеристикам, по внешнему виду, он классный. По месту мне тоже нравится. Но есть вот этот риск с каким-то вот медленным строительством. Вот тут бы я очень хорошо все изучил. Собственник дома построил забор в глубь реки Веница. Собственно, это происходит сплошь и рядом. А история в том, что у нас это запрещено законом. У нас водоемы охраняются. То есть вокруг реки есть зона 50 метров, где нельзя строить. И это общественная земля. Там можно строить только всякие водные объекты, типа объекты рекреации и всякой инфраструктуры. Но не частные. Разумеется, это все нарушается всякими нашими в основном чиновниками, всякими нашими там служащими, политиками и так далее. Потому что им же закон не писан. У того же Кличко, например, есть точно такие же там дачи на берегу Киевского моря, где тоже заборчик подходит прекрасно к берегу. Хотя это по закону запрещено. Точно так же там поехать тоже к кончу заспу и вы увидите, что вдоль берега просто невозможно пройти, потому что там везде заборы. Да и вдоль вообще в Киеве, вдоль Днепра хрен ты где пройдешь, кроме как там небольшой участок где-то в центре на Трухановом, на Гидропарке и вот непосредственно набережной в центре там на Аболоне. А так везде это все захвачено и с этим надо что-то делать. Необходимо или закон отменять, и чтобы за эту захваченную землю платили огромные деньги те, кто ее захватил. Или необходимо все-таки, чтобы закон выполнялся, и все это демонтировать и открывать доступ. Количество авто в Киеве двое превышает пропускную способность дорог. Это все мы с вами видим по рейтингу пробок, где мы находимся уже на третьем месте. У нас годовая задержка 148 часов, это 16 рабочих дней, это сумма, если перевести в зарплату, вы могли бы эти 16 дней зарабатывать какие-то деньги, а вы их теряете в пробках. Помимо того, что вы там прожигаете бензин, вот вы еще теряете возможность заработать, да или просто отдохнуть в конце концов. Потому что в пробке стоять это такое удовольствие. И это результат как раз развития города, транспортной политики, когда ты, разумеется, убиваешь там ту же набережную, где у тебя раньше ходил трамвайчик, где у тебя там раньше был какой-то общественный транспорт. Ты ее убиваешь, ты сделаешь там шоссе восьмиполосное, и оно все заполняется машинками и становится в пробке. Разумеется, тут можно сказать, а вот раньше машин было меньше, а сейчас стало больше. Да, это так, но если вы посмотрите, то у нас автомобилей количество еще не достигло даже европейского уровня. А вся наша основная проблема в том, что у нас большой коэффициент автомобиля пользования. То есть человек, у которого есть машина, он там в 95% случаев будет использовать машину, он не будет использовать общественный транспорт, потому что он некомфортный, потому что это боль и унижение на нем передвигаться, и, собственно, он нагружает своей машиной город. В Европе не так, там коэффициент автомобиля пользования сильно ниже. Там в основном люди используют автомобили для каких-то поездок за город, для поездок в супермаркеты, а для перемещения по городу они чаще всего используют комфортный, нормальный, быстрый общественный транспорт. К сожалению, когда у тебя нет достойной альтернативы, ты будешь использовать автомобиль, а все, кто ездят на некомфортном общественном транспорте, они будут мечтать о том, чтобы купить автомобиль и использовать его. Поэтому я так понимаю, что мы дна еще не достигли, и с вот этой вот стратегией развития города, ну, дна достигнем мы скоро. Я не вижу каких-то там глобальных улучшений, я не вижу, чтобы мы выполняли, например, рекомендации Мирового банка, как улучшить действительно ситуацию с пробок. Ну и все, продолжаем вкладывать огромные деньги в бесполезные там проекты типа шляфской развязки. И видим, во что это все выливается. На Днепре откололась льдина, на которой находились до 200 рыбаков. Они грифовали по реке, пока их не спасли. Если честно, у меня нету какого-то логического объяснения поведению этих людей, этих рыбаков, которые идут, там уже потепление, лед трещит. Нет, они все прутся на этот лед, чтобы сидеть там в эту лунку, ловить зимой рыбу. Я, если честно, один раз ходил на зимнюю рыбалку, замерз, ничего не словил, больше не хочу. Не понимаю я этого удовольствия. Ну, возможно, когда есть риск прокатиться на льдине по Днепру, может оно как-то веселее. С Андреевского спуска и соседних улиц уберут торговцев картинами и сувенирами. Как по мне, лучше бы там еще машины убрали в первую очередь, потому что тоже видеокатса, где он идет по Андреевскому. Было немножко стыдно за Киев, что пешеходная улица там запаркована, и автомобили ездят туда-сюда. За торговцев как-то так стыдно особо и не было. Хотя, разумеется, я за то, чтобы торговля была упорядочена, и в случае Андреевского там действительно вроде как это собираются сделать, потому что там сделали аллею художников, где есть возможность размещать картины. И вполне нормально, чтобы их туда всех переместить. Хотя я так понимаю, что места недостаточно и всем не хватит. На этом все. Такие вот у нас сегодня новости. Надеюсь, я их так стараюсь позитивненько вести, чтобы во всей этой информационной шумихе вокруг оставаться таким позитивным островком, несмотря на то, что новости я рассматриваю частные и негативные.